Всем привет, с вами Эппл Норрис и сегодня мы будем делать лосплей по игре Годви. На самом деле нет, сегодня я буду делать апдейт по каналу. Апдейт, который, наверное, следовало сделать уже давно, но особого повода у меня так и не доводилось. Ну, пожалуй, я начну с недавних новостей. Подавчера мой канал попал в софтбанзону, где у него отключили возможность заливать видео длиной 15 минут и более, монетизировать новое видео, исчезла возможность нахождения канала через встроенный поиск ютуба и все такое. Сегодня я смог договориться о снятии софтбана, который, судя по всему, как я понял, случился из-за того, что мой канал был зарегистрирован в России в 2009 году. Но затем, в 2011, на него был оформлен партнерский договор с самим ютубом, после чего его заново регистрировали, но уже в Америке. И как бы он считался все это время американским каналом, пока я не... Пока у меня не появилась партнерка с ББТВ. И, в общем, вроде как, бот почему-то подумал, что канал у меня до сих пор американский, и что какие-то русские символы в нем это явно хитспиш и все такое. И, похоже, поэтому он сделал мне 16... даже больше 16 страниц демонетизированных видео и влепил мне софтбан. Вроде бы с этим недоразумением я разобрался, и, надеюсь, мой канал снова можно будет найти через встроенный поиск. Да. И сейчас вы, наверное, на экране видите просто скриншот того, как развивается ситуация на данный момент. Да, страниц теперь всего лишь две. Слава богу. И, как мне сказали, эти две страницы такие просто потому, что я там матерился и все такое. Конечно, не всегда я матерился. Я смотрю на фен, наверное, сейчас. Ну, а все же. Ладно. В связи с этим я хотел бы еще сообщить о том, что планирую начать заливать новые видео на мой канал на Твиче. Твиче сейчас является более стабильной платформой, на которой пока нет таких заскоков, как на Ютубе, с демонтизацией и всем таким. Так что... Да. Ну, особенно, это вряд ли тем, что в связи со скорым открытием поиска по заливкам, заливкам видео на Твиче, там будет гораздо меньше конкуренции, чем на Ютубе, где уже есть огромное количество прохождений и так далее. Поэтому я надеюсь, что на канале будет больше зрителей и так далее. Из чуть более старых новостей, ну, как сказать, старых примерно 2015 года давности, наверное. В общем, пока я решил проблему с афтбаном, я решил релизовать кучу старых видео, чтобы канал не проставил, потому что я думал, что это может занять у меня несколько месяцев. На самом деле нет. Это заняло два дня. Блин. Настроил на них всё, кроме обложек, и, как думаю, так оно пусть остаётся, иначе будет слишком много мороки с ними, которые, по сути, того не стоят. Ну, зато у вас будет примерно месяц более-менее новых видео для вас новых, для меня старых, для мира. Эти игры вообще уже давно устарели. Блин. Особенно Форс, на которые вышло два обновления после этого. Глобальных. Боже. Ну, из планов на будущее. И, знаете, я бы хотел допройти Call of Duty 2, начать Call of Juarez, поворотить Call of Cthulhu, может быть, брать и Call of Duty 3, Call of Juarez, Gunslinger... Ладно, шучу, наверное. Вообще, я задумался над прохождением трилогии 3D-вселенной GTA, где я буду проходить только миссии, без особого передвижения по городу. Ну, как я это сделал в Ган? Просто я сделал из игры в открытом мире игру линейную. Чисто для прохождения. И поэтому мне интересно, может быть, стоит постримить прохождение побочных миссий? Я не знаю. Если кто-нибудь досмотрит до этого момента, оставьте комментарий, пожалуйста. Но самые отдаленные планы, это, наверное, сделать машиномоподобное прохождение Dark Souls вместе с Гравием. По сути, это должно быть что-то типа Розума Фримена, только с более маленьким градусом упоротости. Как бы заняться роплеем, что подразумевает под собой жанр игры. Но заодно попытаться раскрыть наибольшее количество теорий по этому миру и попробовать развить свою сюжетную линию. Ну, я надеюсь. Не знаю, насколько хорошо у меня получится. Ну, пожалуй, на этом апдейт я закончу. В принципе, я даже не знаю, зачем я его сделал. Наверное, просто хотел сделать себе список тел, которые кто-нибудь будет ждать. Посмотрим. А, кстати, по поводу старых видео до 2012 года. А, как сказать, я тогда был идиотами и использовал музыку из фильмов. Естественно, понахватал клеймов, страйков, и эти видео пришлось удалить. Хорошо, что прошло... сколько уже? Пять лет? И страйки уже давно потеряли силу. Впрочем, из-за них, когда я делал летсплей на сервере D сейчас по ТВ-2. Ну, как летсплей, записи стримов. Блин, канал чуть не закрылся тогда. Это фейл. Да вообще там все равно ничего особого интересного не было. Хорошо, что единственное, о чем мы ждали, это потеря прохождения Майнкрафта с модом Терафирмы Крафт, потому что это был очень сложный мод в свое время. И жаль, что пришлось его удалить. Ну ладно, всем спасибо. Не забывайте подписываться на наши каналы. Канал Теслера, канал Гараеви, мой канал и мой канал НДЩЕ. Вот вам два видео еще в конце. И до свидания.